Я приехал сюда для того, чтобы поделиться своими знаниями, как могу и что у меня есть с детьми в вратарском мастерстве, в вратарском искусстве. Как возникла эта идея? Мы были на день рождения моего друга и заговорили о хоккее, о том, что происходило на Олимпиаде в Ванкувере, и люди стали задавать вопросы, и там как раз присутствовал Петр Лидов, который отвечает за пиар, весь в компании Мегафон, и он сказал, что нужно для того, чтобы, допустим, создать школу вратарей. Я ему рассказал, что у меня были такие идеи несколько лет назад, и я их вынашиваю, но я сталкиваюсь с какими трудностями и проблемами в организационном плане нужна помощь, на что он сказал, что они мне могут в этом помочь, и им идея очень понравилась, и они уже второй год активно очень поддерживают и во всем помогают в организации этого процесса. Насколько я знаю о планах, на следующий год мы планируем провести в городе Ярославль и Магитогорске, потому что это тоже хоккейные города, и эти города были заинтересованы в этом проекте, и хотят видеть наше участие и помощь в хоккейной школе. Я пришел на город позже, чем все детям уже занимались, да, моего года уже год. Я плохо катался, и у меня были, ну, коньки вообще для технического спорта, да, и я хотел подучиться кататься, думаю, потом с меня не в позицию. Ну, тренер уже через неделю посмотрел, сколько я плохо катался, я стоял в воротах, вот, и говорит, будешь вратарем? Я говорю, ну, давайте попробую. Мне через неделю выдали форму, в принципе, вот так я и стал вратарем. А насчет размеров, посмотрите на национальную хоккейную лигу, там вратари сейчас, по-моему, 6,3, как у меня, там, метр девяносто, да, метр девяносто один, это одни из самых маленьких, которые становятся. Так что там они растут и растут все больше, чем больше вратарь, тем больше места закрывает, чем больше ворот не покрывает, и, как бы, тем тяжелее, наверное, забить, вот. Так что видите большого, сразу в ворота. По метрикам Владимировичу Владиславу Александровичу, как вы знаете, Владислав Александрович, да, он был великий вратарь, но на самом деле, если честно вам сказать, на мой стиль игры и тому всему, чему меня, как бы, научил, я благодарен, прежде всего, наверное, тренеру ванахару. Он был в Хамме, который у меня был, там, в Хуалар, да, он, если вам, может, может, кто-то это скажет, он воспитал таких протарей, там, как Патрик Уа, да, он там долгое время работал с Джанром Себастьяном Жакером, и у него, в принципе, очень много хороших протарей, которых он воспитывал, да, и вот на протяжении 7 лет, в принципе, он каждодневно, да, там, тогда я этого не понимал, думал, что он давно издевается, да, на самом деле, а ставил мне технику и работал, да, там, со мной, психологически, но, в общем, он очень сильно повлиял на мою игру, и второй раз, когда мне повезло тоже с тренером, это был уже Феникс и с Шангурком, да, который тоже мне показал некоторые нюансы и раскрыл, да, это уже в 20, мне когда стало 29-30 лет, да, вот, тут какие-то новые нюансы, открыл какие-то новые горизонты во вратарском деле, которые мне тоже стали помогать. Ну, вот на подобном мастер-классе, чему бы научили себя, в первую очередь, самое важное? Ну, я, прежде всего, очень внимательно слушал то, что вы мне говорили, да, потому что на вратарском деле, вы знаете, поймите, такие есть вещи, ты можешь видеть общую картину, да, но ты можешь не знать самого главного, маленьких нюансов, которые, в принципе, и составляют всю игру вратаря, да, допустим, там где-то ты должен был немного опустить и прижать руку, а ты этого не сделал, и у тебя неправильно немножко поставлена техника, и у тебя рука не находится там, где должна быть, туда постоянно будут пролетать шайбы, и будут забиваться галлы, да, в принципе, это вратарское дело, да, ты можешь знать хорошо технику, но не знать маленьких нюансов, которые, в принципе, и решают всю игру. Что знать нужно, как я уже сказал, говорить об этих вот нюансах, да, обращать очень много внимания, потому что это очень важный аспект, да, о том, что, в принципе, как готовиться, да, к этим играм, да, и просто то, что ребята никогда не сдавались, даже в безнадежных ситуациях, вы, наверное, часто видите в хоккее, да, один вратарь бросил играть и ничего не делает, а другой, там, ну, просто там вытянул клюшку, да, и совершил невероятный сейф, и впоследствии этот сейф просто, наверное, напросто меняет весь ход игры, да, команда начинает, да, совершенно по-другому играть, чувствовать, и в конце концов, ты выигрываешь игру, да, в принципе, вот, наверное, то, что нужно им знать, да, то, что вот маленькие вот эти вот нюансы очень важные, да, технические, то, чтобы ребята, да, никогда не сдавались, и, в принципе, то, чтобы никогда не наложили на себя, наверное, лишнего давления, да, потому что давления достаточно хватает от, особенно в профессиональном спорте, от тренерского состава, да, от прессы, от болельщиков, если они еще на себя начинают нагонять, там, что я должен, я должен, я вот обязан, если я вдруг, а что-то, то это довольно тяжело будет играть. Так оцениваете ли я, вот, перспективу вообще современной школы вратарей, молодежи? Ну, ну, вы знаете, еще несколько назад, как я очень часто читал в прессе, что у нас большие проблемы, да, там, с вратарями, да, но, как вы видите, в последние годы, я, в принципе, никогда такого не так не считал, да, я считаю, что у нас, как вам сказать, очень много талантливых детей, да, начиная, там, будь то это нападающие, вратаи, защитники, да, ну, и в любом виде спорта, в принципе, у нас очень много, ну, детей, которые талантливые, просто ими нужно заниматься, и их надо правильно обучать, вот, и сейчас, как видите, уже много вратарей, таких довольно хороших и надежных, да, которые играют уже за сборную, которые непосредственно не приезжают там, ждут, вот, если из Мхелл не приедут, то у нас нужно его поставить, да, которые играют непосредственно в российском чемпионате, да, довольно сильные, хорошие ребята, на которые могут и сами выигрывать игры, да, непосредственно, если у команды не идет, Так что я думаю, что мы движемся в правильном направлении и просто нужно еще больше внимания уделять детям, да, и в каждой позиции отдельно, чтобы появлялись большие звезды. Вы говорили о том, что миром? Вы знаете, на самом деле не было никого, да, не было никого, но я как-то сам по себе рос, да. На самом деле не было, да, никого я ни о ком не задумывался, но сейчас есть очень много людей, с которыми я непосредственно сам близко познакомился, которые близко знаю, да, хорошо, и которые у меня, в принципе, как люди вызывают восхищение, да, потому что при том того, чего они достигли в своей жизни, да, и таких высот, и там даже настолько, какие они богатыми стали, да, они прежде всего остаются людьми, такими вот добрыми, открытыми, и всегда готовыми прийти к тебе на помощь. Кто это говорит? Например, Уэйн Грецкий. Когда вы росли, собственно говоря, сильнейшая команда в стране была Влада, Шарьер. Что вы можете сказать о таких трех путистах, как Рамский Кубов, Владимир Шайдолин и Олег Владимирович Копков? Запомнили их наоборот? Ну, конечно, вы не поверите, этот матч, когда Влада выиграл две первых игры, я до сих пор это помню, в Москве, да, и потом они вернулись в Тольятти, проиграв две игры дома, да, и на пятую игру, третью, туда они 5-2, да, Олег, по-моему, выиграли Динамо снова, да, я шел невероятно, вы не представляете, я не мог поверить, да, вы не представляете, как трудно было попасть на стадион, мы, как бы, дети, занимающиеся в школе, да, мы все хотели посмотреть на игроков, на Олега Ковтина, да, там, как они играли, там, на Рафика Якубова, да, чтобы... Потому что, ну, для нас, как бы, нам все это говорили в школе, вот, для вас предел мечтания, все это, вот, первая команда, там, все, и мы, как бы, видели, что первая, московская команда, которая наравне играет с другими командами, ну, командами, и обыгрывает, и может выиграть, да, мы, конечно, хотели все попасть в ладу быстрее, ну, в силу своего возраста, я помню, даже, мы, раздевалка же еще была разделена, они как сейчас сделаны, стояли, просили у них клюшки, там, дяденька, дайте клюшку, да, вот, ну, не давали. А сами сейчас дают клюшки? Да, когда дети всегда, там, спрашивают, или, ну, вообще, люди спрашивают клюшку, я после игры всегда отдаю клюшки, потому что, ну, я просто сам вспоминаю, мне было приятно, да, получить клюшку, да, потому что дети, вот, вы не представляете, как, какими глазами они, да, вот, смотрят, да, на игроков, там, да, когда они получают клюшку, у меня вот был случай, после моего одного, там, интервью, да, что я сказал, что я не поеду в Виннипег, потому что там холодно, я не знаю, вы помните все это, наверное, да, слышали, и мы приехали играть туда, и сидел мальчик с папой, у него был большой плакат, брызгало в буху. Заканчивалась разминка, я начал выходить со льда, и этот мальчик, я его подозвал и отдал ему клюшку, вот. Так вот, я потом в течение игры больше не видел этого плаката, потом к Пиладельфию пришло письмо от его отца с его сыном, они написали письмо благодарности, вот. В принципе, детская радость, это, в принципе, наверное, мне кажется, самое главное, что есть у нас в жизни, и, как, мне кажется, мы должны делать все для того, чтобы наши дети росли, как бы, счастливыми, вот, радостными, чтобы мы больше всего слышали в нашей жизни, да, женский, ой, детский смех. И женский, да. Ну и женский, да. Лучше, чем Крик, да. Илья, может быть, вы вспомните 11 лет назад, когда вы последний раз были в Казах? Все-таки так интересно, я думаю, да, всем? Да, мы приезжали с Ладой играть сюда, я помню, мы выигрывали 2-0, там они один гол забили, и я уже ничего не слышал, потому что трибуны так кричали, что я пытался подсказать что-то своим ребятам, что происходит на площадке, я сам себя не слышал, это еще был на старом стадионе, да, ужасный шум был, мы, по-моему, сыграли, по-моему, 2-2, вороток еще, по-моему, был Дима Ячанов у вас. Вот это тогда был мой последний пилет, когда. Илья, скажите, пожалуйста, вот вы сами преподали эту идею, как бы, открыть школу вратарей, вам помогали, да, в этом, вы с большим удовольствием, судя по всему, этим занимаетесь, вы готовите к себе к такому будущему, вы будете не разовые акции проводить, а на постоянной основе тренировать детей и будущих олимпийских чемпионов. Сказал князь Мышкин, да, об этом, в идиоте, через детей душа лечится, поэтому с ними интересно, с ними очень просто, хорошо, весело, никаких интриг, заговоров, ничего. Если ты, за что, ты берешься делать, то делай это честно, так, как ты можешь до конца, там, доводить, там, ну, как смог, да, ну, прежде всего, ты должен перед собой, не перед кем-то, там, держать ответ, а, прежде всего, ты можешь сказать сам себе, там, посмотрев, да, на себя, сказать, я сделал все, что мог, это вот мой предел, да, вот все, что я смог отдать, ну, честным, да, прежде всего, быть перед самим собой, в принципе, а людей много живет достоинств на земле, которые, в принципе, оценят эту честность и придут тебе, если надо, и на помощь, и помогут, и востребуют твои знания, или еще что-то, да. Должна быть, да, какая-то идея, высокая идея, которой ты должен стремиться. Я вам скажу так, кто из нас более сумасшедший, если спрашивать, мне кажется, отвечал на этот вопрос, а между в хоккее защитники, там, нападающие или вратари, мне кажется, вратари находятся более безопасные, более умные. Мы защищены полностью формой специальной, да, от этой шайбы. Для нас ее создали, чтобы нам было как можно меньше больно, старт. А ведь защитников и нападающих тренера заставляют не в созданной для останавливания шайбы форме останавливать эту шайбу, и они под нее бросаются. Так кто из нас может быть немножко более сумасшедший, а? Кто из нас находится в более выгодной позиции? Ну, говорят, поймал кирпич, понял, вратаря. Спасибо большое, что у нас в нашей пресс-конференции есть еще вратари, есть еще вопросы, может быть, да? Может быть, и вратарей есть, которые хотят сказать. Кто из нас может быть? Да, если нет вопросов, коллеги, у нас здесь небольшой кофебрейк, после кофебрейка прошу отменить. Максим Сергеевич.